Ройальдаль. Фантастический мистер Фокс. Глава вторая. Мистер Фокс. На холме у долины раскинулся густой лес. В лесу росло огромное дерево. Под деревом была нора. В норе жили мистер и миссис Фокс, и их четверо лисят. В каждый вечер, как только наступала темнота, мистер Фокс говорил миссис Фокс. Ну, что бы ты хотела на этот раз, дорогая? Жирную курочку от Богиса? Утку или гуся от Банса? Или же славную индейку от Бина? Миссис Фокс отвечала, чего бы ей хотелось, и мистер Фокс под покровом ночи спускался в долину и брал то, что ему было нужно. Богис, Банс и Бин прекрасно об этом знали и страшно сердились. Они были не из тех, кто любит делиться. Еще меньше им нравилось, когда их грабят. Поэтому по ночам каждый брал ружье и устраивал засаду у себя на ферме в надежде поймать вора. Но мистер Фокс был слишком умен для них. Он всегда подходил к ферме так, чтобы ветер дул ему в лицо. Тогда он издалека чувствовал запах человека, притаявшегося в темноте. Так, если мистер Богис спрятался за одним курятником, мистер Фокс улавливал запах метров за пятьдесят, быстро менял направление и шел к другому курятнику на противоположный конец фермы. Черт бы побрал этого мерзавца, вопил Богис. Я порву его в клочья, топал ногами Банс. Его надо уничтожить, Раубин. «Но как?» — спросил Богис. «Как же нам поймать негодяя?» Бин аккуратно поковырял в носу длинным пальцем. «У меня есть план», — сказал он. «До сих пор ты ничего дельного придумать не смог», — буркнул Бин. «Заткнись и слушай», — ревкнул Банс. «Завтра ночью мы все спрячемся около норы, где живет лис. Дождемся, когда он выйдет, и тогда бах, бах, бабах!» «Очень умный план», — сказал Банс. «Но сначала нужно найти норы». «Мой дорогой Банс, я сегодня ее уже нашел», — заявил Хитрый Бин. «Она в лесу на холме, под большим деревом». «Моя дорогая Бан»